Создать базу нефтесервисных услуг, не уступающие по качеству зарубежным аналогам, планируют в Югре. Для этого в городах округа создаются небольшие предприятия. Их профиль, ремонт и производство оборудования для организации обслуживающих месторождения. Близость к промыслам позволяет сократить временные транспортные расходы и контролировать оказываемое количество услуг. Один из таких стартапов, где занимаются изготовлением теплообменников, три года назад появился в Нижневартовске. Подробности в сюжете Кирилла Волконского. Беру заготовку и отсекаю все лишнее. Так, перефразировав скульптора Агюста Родена, можно охарактеризовать работу токаря-инженера Александра Натарина. В небольшом цехе он вытачивает детали из нержавеющей стали для теплообменников. Чтобы изготовить на станках полный набор по индивидуальным или типовым чертежам, в среднем нужно три дня. Весь процесс приходится контролировать вручную. Изготавливаем детали в соответствии с чертежом, по требованию заказчика. По инженерной графике выполняем модели, моделирование. Также разрабатываем чертежи, дизайны для заказчика, если потребует конструкция. Бывают конструкции посложнее, но хлопот доставляет нам немало. После все детали отправляются в цех сварочный. Из них методом аргонной сварки собирают воедино теплообменники. Это оборудование подогрева или наоборот охлаждение системы гидроразрыва пласта. Такие используют для повышения нефтеотдачи. Заказчики сервисные предприятия, работающие на югурских месторождениях. За три года работы здесь изготовили порядка сотни типовых установок и больше десяти больших. Я произвожу сам своими руками ключевую функцию, то есть довожу до готовности изделия наши. И соответственно те люди, которые помогают нам, это моя личная команда, которые периодами я их приглашаю. Мы с ними составляем договор и работаем. Кроме создания новых теплообменников, сотрудники цеха занимаются и восстановлением отслужившего свой срок нефтесервисного оборудования. Для предприятий, которые работают на месторождениях Востока-Югры, такой подход позволяет сократить временные и логистические расходы. Теплообменники не нужно отправлять для ремонта в другие регионы. Эти теплообменники, они подвержены коррозии, выходят из строя. И соответственно оборудование, на котором они установлены были, уже не может работать. Это простое для организации. Привозят нам теплообменник с проблемами. Мы его изучаем досконально, делаем какой-то анализ, составляем модель. Также производим сборку, то есть полное изготовление по образцу. Сегодня с учетом ситуации на рынке, микропредприятие, на котором трудятся 6 человек, намерено расширять мощности. Для этого готовят заявку на гранду губернатора. Средства позволят приобрести дополнительное оборудование. Благодаря этому увеличится количество и качество услуг. А значит может вырасти и клиентская база. Кирилл Волконский, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск.